Здравствуйте, ребята! В этом видео хочу с вами поговорить про то, как стать счастливым без психотерапевта. Очень многие обращаются ко мне в консультации, говорят, Алена, есть какой-то способ чудодейственный, без которого или с которым я смогу быть более счастливым и быть более таким вот ярким, интересным, классным, здоровым. Да, действительно, ты можешь, и я с тобой сейчас обсужу все эти вопросы. И если ты действительно услышишь меня, то, возможно, психотерапевт тебе не понадобится. Напоминаю, что когда мы теряем когнитивное здоровье, очень часто оно переплетается с физическим. И какая разница, что вышло из строя, или психика, или физика, одновременно становится плохо, чисто ментально. Здоровье – это самое ценное, что есть у человека. И чтобы укрепить здоровье, нужно выполнять элементарные действия на ежедневной основе. Например, заниматься спортом, правильно питаться. Это не когда что-то произошло, а вообще в принципе. Из-за проблем со здоровьем будут страдать другие сферы жизни, потому что в этой сфере нужно уделять достаточное количество внимания. То есть многие, по сути, не сосредотачиваются на этом, и это большая ошибка, брат. Другой момент – отношение с семьей и с близкими. Семья – самое-самое дорогое, что есть у человека. И если у вас пока еще нет семьи, или она где-то далеко, это не страшно. Очень важно, чтобы вы были включены, и семью не купить за деньги. Поэтому уделяйте своей семье больше времени, радуйте членов семьи и постарайтесь быть с ними достаточно настоящими. Все свои невзгоды, все свои тревоги можно переживать в спортзале, в ванне со швагандой, с психотерапевтом на связи, но не с своим родителем. Другой момент – твои друзья, очень часто это твое окружение. Если ты окружаешь себя людьми такими же заряженными, как и ты, или даже если ты разрядился, и у тебя на душе сейчас все умерло, то хотя бы окружи себя удачливыми людьми. И сейчас интернет дает огромное количество возможностей даже работать онлайн и искать себе поддержку. Другой момент – карьера и бизнес. Если мы с тобой говорим, что вы выходите на работу, где есть какой-то карьерный рост, и пытаетесь возрастить себя еще на работе, или наоборот, если вы бизнесмен и развиваете свое дело, тут все непросто. Очень важно, когда вы имеете карьеру, иметь какую-то дополнительную такую фишку, как релакс. Другой момент – финансовая грамотность. Многие знают, что время – деньги. О том, как распоряжаться деньгами, не учат в школе, но этому можно научиться самому, читая книги, смотря различные ролики, и реализовывая себя постепенно. Также, если у вас есть хоть какая-то отдушина, а-ля вы рисуете или катаетесь на роликах, или что-то делаете – это творчество. Если у вас есть эта тема, это очень хорошая поддержка. Почему? Я понимаю, как духовное творчество влияет на человека и на проекты. У меня есть клиентка, которая делает огромный чек на рекламном бизнесе. В общем, она там что-то делает с рекламой, и у нее работа с цифрами целыми днями. Но когда она начинает рисовать, элементарно заполнять холст, она расслабляется и медитирует. Именно там. Соответственно, после всех этих напряжений с расчетами, человек чувствует себя комфортно. Люди бывают разные. Кто-то любит выполнять творческие задания, а кто-то любит простые задания. И, соответственно, самое главное – это саморазвитие. Это сфера, которая очень открыта. Человек всегда должен развиваться каждый день, узнавать для себя что-то новое. И человек либо развивается, либо деградирует. Это золотой стандарт. И другой момент – яркость жизни. Жизнь одна. Ее нужно ценить и провести с большим удовольствием. Если, например, вы записываете на листке 100 мечт, которые вы хотите осуществить, хочу посетить какие-то страны, то вам обязательно начать нужно уже жить так, как будто бы вы это получаете. Следующее. Если вы чувствуете, что есть какие-то проблемы, связанные со стрессом, то я считаю, что супер важно научиться делать то, что я сказала. Почему? Потому что мир будет давить на вас, и психотерапия будет еще более популярна. Если вы не найдете себе отдушины, которую я назвала, эта история будет ухудшаться. Поэтому, ребята, умоляю вас, работайте со своим состоянием. Вы на канале Соленой. Здесь про здоровье. Ничего нового, кроме психического и физического, пока предложить не могу. Ну, пока.